все друзья мои время пол шестого мы выгружены задом вытолкал что там опять какие-то непонятки там из трех грузов 2 готовы 3 вроде нет туда там опять решают короче стал пока постой сейчас переоденемся помоемся поедим чего-нибудь может кто последний первый последний первый раз мы сегодня только завтрак вот ну и наверное поедем или не поедем я даже не знаю что может даже ночевать останемся посмотрим если слишком поздно тут все разродятся там часов 8 вечера так я уже не вижу смысла ночью туда ехать ереван я завтра выйду отсюда часов 5 к восьми буду там в общем не знаю пока какой план действий мистер икс у вас есть планы меня нет возможно мы здесь и ночевать останемся ешкин кот дали выехать что-либо тару тук сидели только что как только я поехал сразу и он поехал все без 10 7 спасибо брат ты мне как раз дорогу так хорошо перекрыл елки баллы я забыл эту закрыть где у меня кухня я текая щас маршрут перестроен поверните направо ира михайловна все равно пищи через 300 метров круговое движение 3 съезд я не могу понять что это такое так вот этом кольце нам нужно налево и все и прямая дорога на ереван я думал это этот горелка моя нет не горелка только чтобы только что подписчик я пока тут остановился на крышку закрыть подписчик остановился и жуковский привет обалдеть удачи брат спасибо приятно представляете ты в гюмри от себя узнают огонь спасибо что смотрится всем всем всех благ ну а мы поехали этой дорогой я не ездил ни разу с гюмри все я нашел причину так с гюмри на ереван вера михайловна нам рассказывает что нам съехать 120 километров вот были там у них терки вопросы типа там на третьем месте нам нужно забрать в общей сложности 8 палет 5 тонн то есть но мы пойдем считайте на треть пустыми то есть как бы платят платят нормально для этого леса нам платят нормально вот ну больше забирать не за что нечего везти за чуть-чуть больше и деньги 22 тонны отсюда честно скажу никакого желания нет и больше солярки сожгешь вот а так с пятью тоннами при отсутствии нет если бы дали денег то естественно и 20 куб забрали 22 но так как на данный момент тем более просто вообще нет ничего вот фиросплавы мы здесь как бы хотели подрядиться отсюда забирать есть у нас там контакт напрямую но у него на этой неделе нет погрузок только на следующий в общем то что нашли то что начали но вся фишка в том что нам нужно дерева не забрать 4 палета завтра потом еще каком-то я забыл название что не полезу телефон смотреть еще в одном городке два палета и потом еще в одном два палета это все до сивана ну то есть вот так вот небольшую сборочку собрать потом где-то это все дело наверное на границе баграта шине это все дела нам оформят в общем вот так сейчас вот 7 но за два часа мы до еревана доедем я позвонил спросил были стать там можно но говорят да возле офиса станешь карет на узко ну горит ничего станешь на дороге поедем туда ночью делать какой смысл здесь оставаться если попозже чуть-чуть там часов восемь вы сказали то может быть да можно было бы остаться и утром поехать а так еще я думаю мы но уже засветло то наверно в ереван не приедем все равно основную массу пути проедем по дню и как раз нормально в девять там но пусть сам позднее думал в десять мы приедем чую и все и спи вроде как завтра только в десять утра меня на первом месте загрузят четыре полета как будет так будет надо стать на стопе давайте станем мы не торопимся до этой дороге говорю не ездил ни разу напрямую на ереван поедем посмотрим что тут интересного есть получается мы вот запада с востока на запад пересекли гибри полностью целый вот гибри заканчивается ночью поехали прокатимся по еще новой дороге посмотрим чего тут интересного можем увидеть и побываем за рулем все-таки столицу армении квартире ван единственное что боюсь ты на опять прогулка по еревану не получится погулять некогда завтра три загрузки заврать а сегодня уже будет поздно то есть только ночной ереван посмотреть но посмотрим не знаю если не вот в армении кладбище конечно тоже поражают я с этой стороны когда заезжал со стороны спитакова не заснял стать очень много могил видел это вот видно что фотографии солдат погибших вот в последнем вооруженном конфликте а это тоже какое-то второе наверно кладбище кстати вот здесь тоже есть вот мне вот вы смотрите вот да широта размаха вот это вот и вот флаги вот это вот могилы это вот погибшие карабахи но здесь как-то немного с этой стороны с той стороны там много видно ребят от изгонки спиум рей которые меня этот на складе который за склада там или кто говорит . взять говорит в этом плену не стала распространяться я не стал задавать вопросы такая тема тяжелая этому не стал ее поднимать ну пока все что хочу сказать об этом направлении как-то тут дорогой так себе сейчас пойдет лучше но пока было на выезде очень такая нехорошая вот типа вот такой как на этом мостике нет за смотрим дальше вот видите поля тут все такая плодородные земли чуть тепло постоянно два урожая в год снимать только в путь и стерна вообще холода никогда не бывает если бывает то крайне редко и крайне недолго вот тут видится тут автобан будет возможно до самого еревана вот тут стройка идет полным ходом или шла полным ходом не важно но то что здесь будет широк широченный автобан это факт но пока так вот с краешку едем ябки собираем не торопимся потихоньку успеем там на вершина вон а вся в снегу казалось бы там вот крутого-то подъема на ту кору нет там даже какой-то населенный пункт в подножье горы а попробуй туда вот заварите ласты склеишь еще на середине пути что все конец автобана я нет вон там дальше еще тут дорожка подгулявшая а потихоньку потихоньку что-то продают такое белое нет вот дальше строят потихоньку не спеша топаем уже видите даже знаки на зеленом фоне поставили тут будет автобан но пока здесь я еду 20 километров 25 в час дороги вообще нет от слова совсем ну то есть смысл и правильно реконструировать вопрос только когда это будет готов а так и и просто нет вот я понял акташ отсюда с гюмри можно напрямую уйти ну не тоже совсем напрямую но туда в грузию в район батуми выйти сейчас вот тоже турок на встречу попался я понял куда он есть вот автобан будет вот этот поселок моролик ходить свете тут а его только за асфальтировать осталось так то он готов уже не знаю я рассчитывал что я буду ехать два часа ну так то что то я как-то сильно сомневаюсь наверное буду ехать часа три ну посмотрим 7 выехал посмотрим во сколько в ереван я и все тут жилые дома вот слева а там он трехэтажки заброшенные или не достроены или заброшены раз идут сюда на этот переход значит получается этот переход открыт на не помню как называется туда получается ты выходишь на батуми даже не то что на батуми там едешь как раз мимо пещеры пещеры тут по моему там проезжаешь которые в скале я забыл как называется я там туристом зависал вроде бы может так примерно вот может быть и нет но ориентировочно я думаю что это именно так сдающие люди поправят если где-то чего ошибся твое тут большой этот поселок поселок городок наверное когда-то клуб очень похоже ты раньше везде такие клубы были как там всю навороченную дом правительства местный по-серьезному там все по фэн-шую вот за полчаса проехал сам скажу сколько 28 километров в принципе еще не так плохо 28 километров этому укладывается в два часа до еревана не пачка не получится получится больше за нет тут тоже на зеленом фоне что зеленый фон и назначит этот автобан на тут видите знаки на зеленом фоне м1 ереван или это указатель по м1 м1 ереван типа автобан туда может быть и так в общем то знак 40 здесь можно было и не вешать и так быстрее не поедешь к а а а а а а а как тут все так интересно и поднимитесь в горку ты забыл рассказать на болгарин тоже туда же идет сто процентов на этот переход что путина туда на батуми сухуми а может барон или куда а может на тут через турцию и к себе на болгарию по земле значит там граница открыта может и кухутся открыли хотя уже вопрос такой был какой-то такой левый не то что левый ну не основной это то понятно это все которые с востока идут через этот переход на ереван заходят со стороны батуми как интересно гора усыгона такая камнями как будто кто-то посыпал как дал как булки на этом на пасху посыпаешь сверху этой посыпкой так и здесь 17 на улице здесь учет наверху совсем не жарко вообще отлично чтобы в ереване было не жарко переванты у нас в низине находится спать хорошо было 90 километров еще не укатали и он укатали этой по щебенкой мелкой вот этот автобан что строят вот там получается там будет две полосы и здесь наверху будет две полосы узковатенько там может буду здесь делать типа две в гору одна вниз как бы четыре полосы тут наверное не нужно и такое что-то движение хотя это сейчас просто граница закрыта там туристы там машины не ездят так я думаю тут тоже движняк такой в сторону моря все здесь едут а вальшайзе смотрится как гаруна была скрызть сколько они тут выгрузили метров с десять наверно срезали и и тоже какой объем работ не догадываетесь что он там впереди я кажется догадываюсь они красавчик ли арарат это в рации вон там гора по моему это он правда он на территории Турции находится там Турция но видите а идут все на грузию потому что прямого на границе сообщения в Армении Турции нет а это сто процентов арарат так как тут 90 километров осталось так что тут мы вот так получается вдоль него поедем и он у нас как бы сейчас мы вот так на него смотрим а так мы будем на него туда смотреть я так думаю в общем я не знаю что это такое ехал меня заинтересовало правда пришлось пока отдышался тут написано но никс фирштейн я не знаю что здесь написано мы вон те видите камни какие то вот оттуда мы спустились а то здесь вот так и вот туда мы спустимся и чинь динь 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 туда мы поедем к Арарату вон видите Арарат не знаю видно он не видно вон он красавчик гора Арарат даже футбольная команда была рад ереван и тут какие-то три больших валуна чего не обозначают я не знаю просто думаю все равно в ереван по светлому не успеваем сейчас он солнышко ведь сейчас она за горку спрячется и через полчаса будет темно нифига не видно и реван мы сегодня в любом случае же пойдем по темному тогда я думаю остановлюсь посмотрю за что за такая что-то что обозначает там было по армянски написано не знаю может кто переведет я сейчас спущусь покажу надпись 1988 на место время когда построили расшифруйте пожалуйста вниз вот а мы приедем в ереван у нас будет вон там получается мы сейчас мимо него проедем 80 ехать под 90 даже до ереван пошли вниз наверх скрапывались так включаем пониженную она тут может и на 2 можно смазать пока светло еще можно снимать опять куда-то заехали какой-то населён тут вроде немножко дорогу получше пасла пошла ростовский сейчас встретил навстречу идут но они тоже парни я знаю выгружаются в ереване а потом на турции идут пустые может быть и в этот раз мы поехали но тут связи с довести до ума прицеп московская машинка то же самое все ты заблудился mercedes наверное заблудился а хотел в город а дам поворота закричал а 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 констатация факта а 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 у меня нервная система взорвется вместе с мозгом вера михайловна чё говоришь сколько тут осталось километров 66 уже до точки в в ереване т на час еще точно 20 минут с 9 пол десятого может десяти нормально приехал сразу спать тоже вот что-то было когда-то какое-то то ли производство то ли что сейчас только только руины вектор как этот называется который стреляет эти краской как она господи забыл название строй стройк стройк короче ну вы поняли очень вот сама нормально там устраивает строй пол или как устраивая площадку и все соревнования бегай по этому заброшенному зданию пуляй играй войнушку кому кому хочется играть ну да он уже почти с араратом сравнялись вон там дымки вулкан кстати гора арарат это вулкан а здесь уже он прям аж асфальт лежит питом вернее до самого еревана это вулкан потухший уголь он находится на территории турции турция вон она туда гора это в том же таксу турция вроде как дорожка пошла повеселей побежали надолго не знаю но побежали добро пожаловать столицу армении езжаем в город ереван вернее въехали и если верить веру михалу не нам еще семь с половиной километров а тут мои друзья а чеки елена где нам прижаться может быть вот здесь прижаться они тут давайте наверное здесь прижмемся пойдем как это в ереване побывать своих друзей не повидать впереди едут а чек с еленой говорит мы тебя заведем я говорю не надо они живут вот буквально вот дома начинается где-то здесь там в этих домах я говорю да и сам заеду с верой михалной но нет говорит заведем насколько далеко посмотрим показывать не буду опять целый спальник подарков спасибо вам огромное со стороны в ереване вот в игру вот здесь я не буду такой жилой район получается мне показывают 6,4 километра через город там немножко пробки рисует но не страшно уже фотографироваться не стали темно машины едут как бы на обочине остановились в общем пытаемся мы до гребсти до нашей загрузки а по поводу этой всей дороги эти горитые уже строят неизвестно сколько построят потом перестанут построят перестанут ну да и меня направо ведет резюме такое вся дорога здесь одна сплошная стройка вот километра все наверно все километров сто кстати в гюмри родился фрунзик мокротучан оказывается и не знал как бы я биографии то не изучал вот говорит что там фрунзик фрунзик родина ну и так много там гюмри город смеха называется считается там много всяких еще знаменитых людей так пока знаков нет никаких как мы под знаками не есть как 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 в этой стороне еревана вот нас там впереди ждет пробочка на светофорах видно да впереди камера на полосу впереди камера на полосу 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 уже надо налево уходить через 500 метров поверните налево на улицу прибоедово вот так впереди камера контроля перекрытия что нам сейчас налево Хатчик Джан говорит сейчас нужно ехать ну в общем то у меня как бы и сейчас можно поехали сейчас куда и потом все равно на тот перекресток мы выйдем на ту дорогу мы вернемся просто немножко с другой стороны можно было здесь дальше повернуть налево ну а мы сейчас повернем налево и потом снова повернем налево или прямо проедем короче не знаю не все таки проехал дальше поверну на другом перекрестке потому что там что-то уж слишком узко на предыдущем было ну а ну вот ну вот ну а ну а ну а волна такая умная слушай мне аж страшно становится какая ты умная нам тут нам надо ехать прямо но там и тут жилые дома какие-то заехали и так понимаю туда куда мы едем грузиться четырьмя полетами фуры не часто приезжают козельки замету что-то едет большое . а это даже питерский на почке уже как я загрузился что вот нам туда примерно в общем мы почти на месте шо ушки тах 300 метров и нам опять направо через 300 метров на светофоре поверните направо на улицу во нам туда центр города оболне сейчас направо нам надо поверните направо а 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 и а а и а а Субтитры подогнал «Симон»